в такую хмурую погоду можно порадовать себя просмотром видео о интересном автомобиле alfa romeo джулия нашего клиента из иркутска впервые сталкиваюсь лично я с таким автомобилем сейчас с вами будем его вместе смотреть изучать кузов очень красивый седан джулия у 4 на парктрониках на красивом литье фирменным от alfa romeo на летней резине светодиодная оптика друзья двухлитровый мотор застанавливается на турбине купили мы ее на аукционе японии и при этом она уже имеет у нас левый черный кожаный салон кстати интересного формата ключи у нее смотрите два комплекта ключей так они выглядят ковры пожалуйста карта мягкий пластик музыка пожалуйста храмом кордон задний ряд документы с аукциона подлокотник с подстаканниками есть воздуховоды usb водительское место сидения на электроприводе кстати в таком формате когда сидим подвинутый ну для удобства передних пассажиров на заднем ряду места очень мало то есть машина сугубо наверно задний диван для того чтобы класть рюкзак или сумку а пожалуйста лежит фальшвейер пакете запечатанный здесь это все вот так вот сделано поставить его сесться в автомобиль так ну что друзья вот так выглядит альфа рома джулия внутри салоне вот очень необычный автомобиль на самом деле сделано все так скажем непривычно для меня лично я вот долго искал кнопку запуска двигателя честно вам признаюсь а находится она вот друзья здесь на руле это прикольно управление замками здесь надо принципе интуитивно понятно здесь у нас управление светом управление парктрониками пожалуйста включение автостоп подключение парктроников здесь у нас управление мультимедиа руль кстати греется греется по всей площади. Вот здесь у нас управление есть. Подгреом и сиденье, подгреом и руля. Климат-контроль двухзонный, конечно же. Здесь у нас управление как раз мультимедией. Вот так она красиво выглядит, на самом деле. Тоже, я полагаю, наверняка можно перевести на английский. Скорее всего. Ну, если покопаться, то можно будет найти управление звуком. Нажимаем, соответственно, выключаем. Так, управление, насколько я понимаю, режим езды. Drive, Normal и какой-то еще режим, полагаю. Ручник у нас электрический полностью. Так, как открыть? А вот, открываем с вами бардачок. Здесь у нас, видим, коврик фирменный. Есть разъемы USB. Есть. А вот накладка, пожалуйста. на кнопку. То есть, была, наверное, раньше цвет руля. именно черная. Управление круизом. Лепестки. Такие массивные. Управление, как всегда, дворниками. Здесь управление у нас, друзья, именно светом. То есть, переключением на дальний. И поворотниками. Свет регулируется здесь. Ну и приборная панель. Выглядит она вот таким, друзья, образом. Пробег 41 тысяча километров. Клаксон. Клаксон. Очень бодрый. Селектор напоминает мне BMW. Пожалуйста. Камера заднего хода. Парктроники. Парковка по кнопке. Мануальный режим. Два подстаканника. Чтобы его закрыть, нужно сделать так. Правда, это очень все медленно происходит. Но при этом все-таки закрывается. Вот такая интересная машинка Нузиаклимата. В авто, пожалуйста. Температура показывается здесь. Багажное отделение, пожалуйста. Места, как и в классических зернах, много. Здесь у нас, пожалуйста, спрятан аккумулятор. Все отделано мягким материалом, чтобы вы ничего не поцарапали. И, пожалуйста, подкапотная просанса. Я думаю, то, что многих интересует, как это все дело выглядит. А выглядит оно вот так. Двухлитровый тромбированный мотор, напомню, здесь и задний привод. Такое первое впечатление на данную осеннюю гайлу. Честно говоря, понравилось. И по кузову очень стильный и красивый дизайн. Действительно красив автомобиль, я думаю, вы со мной согласитесь. И по салону, кстати, вот собрано и сделано машина тоже неплохо. То есть, садишься и действительно тебе приятно находиться. И руль, посмотрите, тоже в хорошем состоянии сохранился. И сиденья, в общем и целом, тоже непростиженные. То есть, приятное впечатление не оставляет машина. Ну и музыка, конечно, Харман Кардон тоже играет здорово. Вот такой интересный автомобиль. Можно купить с Ауксунов Японии, друзья, с левым рулем.